И Магомаев поёте в КВН! Насколько правдива эта строчка из песни Владимира Высоцкого и пел ли действительно Муслим Магомаев в КВН, постараемся выяснить. В своих интервью Муслим Магомедович признавался, что предпочитал произведения драматического характера. В «Часы грусти и печали» он вспоминал роман с Рахманинова «Я не могу весёлых песен петь». Но так было не всегда. К счастью, Муслим Магомедович очень любил пошутить и на сцене, и за её пределами. Можно ли его заочно причислить к клубу весёлых и находчивых? Однозначно да. Как и персонаж оперы «Рассини», Муслим Магомаев остроумен, жизнерадостен, энергичен, искромётен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДиамТorzok 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 Желание и умение пошутить – один из многочисленных талантов муслима Магомаева. Он проявился и в очень узнаваемых пародиях. Встречи ждем, ты красива и беспечна, но не забывай красота. Мой друг не вечна, ею не играя. Как бы Федор Иванович Шаляпин спел бы фиалти бельбелегу. Ты, уходя, оставляешь мне всегда. Не поцелуй, а фиалок лишь будет. Чтобы они, чтобы они иногда хоть и на меда мне о тебе говорили. Тем, кому повезло близко общаться с Муслимом Агамаевым, знают о его уникальном чувстве юмора, а также о любви к розыгрышам. Мы были в гостинице России, я говорю, я сейчас пойду в другую комнату выйду, а гостиница России, представляете себе, это даже в люксе четырехкомнатном, и там вот окна, 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 и вниз же это высотка, высотное здание. Я говорю, подожди, я пошел в дальнюю-дальнюю комнату и решил, начали сделать сюрприз. Пришел из окна, на пятнадцатом этаже. Через стенку с улицы из окна я пролез расстояние примерно метров, наверное, восемь-десять. И вот такой подоконничек. И прихожу с другого уже окна, говорю, ку-ку. Многие знают и любят песню Арноба Баджиняна «Лучший город земли». А знаете ли вы, что существует ее шуточная версия на итальянском языке? Текст, который сочинил сам Муслим Агамаев. «Ла, ла, 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 л Субтитры создавал DimaTorzok 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 На страницах гостиной персонального сайта Муслима Магомаева спросили, правда ли, что его авторская приснившаяся песенка Ему приснилось, на что он в шутку ответил, конечно, и спел я ее тоже во сне Ну а такой сон, в кавычках, приснился режиссеру фильма, в котором она прозвучала Летела ночью песенка ко мне в окно, пришла хоть было в комнате совсем темно И тем она запомнилась надолго мне, что я ее впервые услыхал во сне Она была живой, молодой была, она меня будила, за плечо кресла Ведь я спросил песенки, проснувшись я Ничья, она ответила, совсем ничья Летела ночью за 옳ы, грятый слосой, Fairy, perditeaja О-о-о-о-о-о-о-о-о О-о-о! Однажды эта песенка приснилась мне Соседи говорили, ты поешь во сне Но вы поймите правильно меня, друзья Не петь мне эту песенку никак нельзя А сейчас хочется вспомнить Несколько песен из репертуара Муслима Магомаева Которые обязательно вызовут у вас улыбку Шаланды полные кефары В Одессу гостя приводили И все бедюжники сказали Когда в пивную он входил Синеет море за бульваром Каштан над городом цветет Наш Константин берет гитару И тихим голосом поет И я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Интересная щедачка Но дело, видите, легко И я не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожают по всю моря Фонтан черенкой покрылся Гульвар французский был в цвету Наш Костя, кажется, влюбился Кричали грузчики в парфюре Об этой новости неделю И все шумели рыбаки На свадьбу грузчики надели Со страшным скрипом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла вся пересы На веселых свадьбе на реках Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла вся пересы На веселых свадьбе на реках День и ночь гуляла вся пересы На веселых свадьбе на реках День и ночь гуляла вся пересы 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но вернемся к АВНу, связь с которым у Муслима Магомаева была самая непосредственная. Продолжение следует... В далекие 60-е, когда встречи транслировались в прямом эфире, капитаном бакинцев был Юлий Гусман. В 90-е Юлий Гусман переквалифицировался в члены жюри, а на сцене блистали не менее талантливые участники новой команды. А ведь прав был Владимир Высоцкий. В 1967 году Муслим Магомаев на самом деле пел в Каваиле. Вот как это было. На сцене было сказано, что у них в Баку все поют, как Магомаев, и в доказательство кто-то запел. Но на самом деле за кулисами стоял сам Муслим Магомаев и пел. И это еще один штрих портрету Муслима Магометовича, которым мы хотели со всеми поделиться. Жил-был Анри Четвертый, он славный был король. Войну любил он страшно и дрался. Как петушь и в схватке рукопашиной Один он стоил, двух. Лу-на-лена-пум-пум Лу-на-лена-пум-пум Еще любил он женщин И знал у них успех Победами увенчан Он жил счастливей всех Однажды смерть старуха Пришла за ним с клюкой Ее ударил в ухо Он рыцарской рукой Но смерть полна коварства Чего подстерегла И нанесла удар свой На шок и со буква Лона-лена-бу-бу-бу Лона-лена-бу-бу-бу От этого удара Кровь брызнула и сжил И нечестивец старый Скончался, как им жил Лона-лена-бу-бу-бу Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-б Бахрам Багирзаде отмечает, что достаточно просто назвать имя Муслима Гамаев, чтобы на душе стало светло. И не потому, что он был великим певцом и спел песни, которые много десятилетий нас радуют. Прежде всего, он был очень хорошим человеком. И этим все сказано. Настоящий мужчина, настоящий артист, настоящий человек, ставший легендой еще при жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из интервью Юлия Гусмана Муслим Гамаев, начиная с юности, был очень требовательен к себе. Он добивался того, чтобы его песня летела к людям на самом высоком уровне и для этого не жалел сил. Он всего себя отдал музыке, и это не преувеличение. Муслим Гамаев еще долгие годы будет жить в мелодиях. Его полет бесконечен, потому что он никогда не снижал планку и скорость. Муслим вообще грандиозный человек, и певец, и человек, и личность. Я с ним знаком, как вы понимаете, с детства. Я его еще видел, когда он был, ему было там 18-19 лет, и он был на первом конкурсе, поехал от нас. Худой такой человек, маленький, худенький мальчик. Ну не мальчик такой, он высокий был, но в коротких каких-то штанишках узких. У него был костюм такой, ну, такой голос сумасшедший. И вся его слава была не дутая, как сейчас. И вот не потому, что тогда не было этих фонограмм, и у него был голос гениальный. Вы все это знаете про него, и сейчас, слава Богу, есть. И что прекрасно мы с Лимми, что сегодня он прекрасный в физической форме, прекрасный в вокальной форме. Но он сам к себе так строго относится, что он практически не поет, чтобы миф или действительно воспоминания о великом певце Магомаеве не заслоняли сегодняшнее, как он считает. И он, я думаю, что он здесь неправ, и мы много раз его просто уговаривали, уговариваем вернуться и спеть. Магомаев, вы знаете, Лимап, это так, он открыл свой сайт, и даже на свои дни рождения приглашает, с кем подружился в этих беседах в сайте. И я вот, человек 30 дней до дня рождения, людей, кто не знал его компании, мы не знаем. Он гости из сайта. Он удивительный вообще человек. И я, вы знаете, он сохранил такую наивную душу ребенка, пройдя через серьезные испытания. У нас хуже всего же люди проходят испытания медведевыми трубами, потому что там вода, огонь еще кое-как. А груз славы. К долгожданной гитаре Я тихо прильнусь, осторожно и беженой, трогнусь трубами, и она отзовется. Зазыгла звеня Добротою наполни Себя и меня Я тихо прильнусь, осторожно и беженой, трогнусь трубами, и она отзовется. Я тихо прильнусь, осторожно и беженой, и она отзовется. Отзовется 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 Роллуют струну, ведь сбывают гитары. На них зазвучат и большие оркестры А полно молчат, та цари, та цари От темна, от темна, о любви говори, ой, китарная струна Субтитры создавал DimaTorzok С 1964 года и почти до самого последнего времени Несменным ведущим КВНа был Александр Масляков С которым Муслима Магомаева связывала многолетняя дружба А друзья, как правило, приглашают друг друга на дни рождения и юбилеи Саша, мы с тобой знакомы давно, много очень говорили сегодня в твой адрес И смешного, и не смешного, и всерьез, и в шутку Я вот хочу вспомнить, вот смотрю я на Сашу И думаю, почему он всегда такой вот молодой Всегда среди молодого поколения И вспомнил, вот решил рассказать Одну вещь, которую полностью Все поставит на свои места Недавно мы с ним сидели у Саши Ворошева Я не пью, наливаю себе водичку У меня на следующий день концерт Смотрю, Саша тоже не пьет Я говорю, а ты что? Он говорит, а у меня завтра съемка А теперь я понимаю, что такое артист И как он себя блюдет Я видел, как он здесь психовал за кулисами Но зато, когда выходит на сцену Он уже артист Я подумал, что мы все три баритона И все грустные песни пели Сказал, Саша Морченко в селе Говорит, давай Давай Это мой обиде русской О, ты не русской Я русской Я русской Скала Водочке, сладку водочеку, да наливочек, я пила молоко и с полком рот. Народ, где что, не лёд трещит, когда никомар, и всегда это любая клубы сутокар. Эй, колбушка, да ты колбушка, за рекомендуем сутокар, с тобой душа была. Эй, эк, эй, 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 кучка, да ты колбушка, ну поцелуй меня, кумодушечка. О, о, о. А ну поцелуй, а ну поцелуй меня, кумодушечка. Ахе!